Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня 14 мая и я только что показала вам, как выглядит рассада томатов в тоннелях. Я сказала, что выглядит она не как, они тоненькие, желтенькие, такие маленькие. Сейчас для сравнения я покажу вам рассаду томатов того же срока посева, только выращенную в теплице. Вы помните, я показывала вам, она была маленькая такая, вот сейчас она выросла, как можно сказать, пышет. Вот здесь у меня, если там толстоногие сорта, вот такие как демидов, петруша, ну и все прочие, не буду перечислять, то здесь у меня тонконогие томаты неженкие. Тут у меня и бычье сердце, и любимый праздник. Любимый праздник, хотя он и сибирский сорт, но он тонконогий. И его на улице в тоннеле сложно вырастить, он такой же, как бычье сердце, у него, ну, структура стебля такая тонкая. Дальше там и Кенигсберг, и очень много-много других, разные сорта. Я по палочкам вот заметила. И видно вот шапкой, где стоят, видите, это томаты более ранних сроков посева. Более ранний срок посева, они, конечно, вырвались вперед, потому что у них, они по возрасту старше. И многие, кто удивляется, что у нас в это время еще такая маленькая рассада, я сразу, ну, хочу еще раз сказать, что это сибирский регион. Мы ее высаживать будем только через 3 недели. Люди, у кого нет теплиц в открытый грунт, высаживают после 5 июня. Посчитайте, 16,5, 21 день. Ровно 3 недели ей еще расти. За это время она может еще перерасти и доставить мне проблем, что станет сильно высокая, начнет падать или заваливаться. И поэтому для сибирского региона это хорошая, нормальная рассада. Главное, что у нее, вот, сейчас покажу. Стволики толстые, она такая устойчивая. Раз, два, три, четыре, пять, уже шестой лист. Все нормально, я даже боюсь, как бы не переросла. Тут же, с другой стороны, у меня растут перцы, я тоже показывала вам их не раз. Перцы не успевают так быстро. Вот смотрите, обратите внимание, томаты растут буйно, они быстро перегнали траву и сомкнулись. И такое впечатление, что травы вообще в них нет. Трава у них там внизу в ногах. Трава сплошным слоем, потому что, еще раз повторю, с перегноем привозим очень много семенного материала травы. Тут я перец уже полола один раз, пыталась его полоть. Вот перцы, видите, уже зачаток бутона, они тоже разные. У кого-то уже зачаток бутона, кто-то еще маленький. Но перцев побеждает трава. Они растут медленно, поэтому очень неудобно. Трава растет быстрее их. И вот там, я сейчас покажу. Вот там она так разрослась, что перца даже не видно. Вот сегодня мне предстоит еще одна прополка здесь. Но перцы, если кто видел первые видео, все равно видно, что они хорошо подались в росте. И вот эти вот ярко-зеленые листья, это уже здесь они наросли. Так как сильно холодно, то по краям, все-таки, видите, по краям? По краям перцы намного меньше размером. Те, которые по краям, они дадут хороший большой рост только тогда, когда будет тепло. Сейчас у нас на улице ночью 3-5. Это, конечно, холодно. Хоть и пузырчатую пленку мы повешали, и плашка там стоит. Если бы не было вот этой плашки и пленки, то вообще было бы им там хана. Тут же у меня стоит, вот, приготовлено это, ну, зеленое удобрение, которое я 9-10 мая сделала. Запах здесь стоит неимоверный. Она все-таки испаряется, там, бродит. Ужас. Но пейзаж уже улучшился, потому что первые дни, когда я заходила, здесь вот эти маленькие растения были. И так было все как-то некрасиво. Сейчас уже сердце радуется. Рассада растет. Ей здесь нравится. Она прям хорошо подается в росте. Все. Вот я вам для сравнения показала, какие того же посева в тоннеле, срок посева, и этот же срок посева вот в теплице. Но к концу сезона, к концу выращивания, они все сравняются, поверьте. Там вырастут и будут тоже такого же размера. Но они, конечно, эти более высокие, сразу по сортовым характеристикам. Но те томаты, я вот вам ради интереса показала тех малышей, и эти вот, которые как это, прям как квашня расползаются. Потом они будут все одинаковые. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это обзор теплицы, в которой выращивается рассада тонконогих томатов-неженок для продажи. Редактор субтитров А.Семкин